Неожиданный взлет переживает престиж высшего образования. Раньше он устойчиво снижался. За последние три года наблюдается рост доли россиян. Это каждый второй осознающих значимость высшего образования и его влияние на успешную карьеру. Каждый восьмой россиянин считает, что ни высшее, ни среднее специальное образование не гарантируют выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем. Такую статистику приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения ко дню российского студенчества. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Тема студенчества и не только. Главные в нашем выпуске. Сегодня в программе. Смотрите. Веселье и учебы дух. Как в Казанском университете отметили день российского студента. Спасибо республике за то, что такую возможность дают ребятам. Студент года Татарстана. Кто им стал? Вот эти туманности на самом деле находятся очень далеко от нас. То есть они не могут принадлежать нашей галактике. Неизведанный и далекий космос. Какое научное открытие сделали астрономы КФУ? Живота не может сообщить о том, что его беспокоит. У собаки не боли, у кошки пройди. Какое исследование поможет в лечении хронических заболеваний у домашних питомцев? Свыше 50 тысяч студентов обучаются в Казанском федеральном университете. Более 10 тысяч это иностранцы. Студенты не только учатся, но и занимаются наукой, бизнесом, волонтерством, преподаванием, творчеством, участвуют в конкурсах. С некоторыми из них в день российского студенчества встретился президент Татарстана. Рустам Миниханов в сопровождении ректора КФУ Линара Сафина осмотрел выставку, посвященную научным проектам студентам, их стартапов, волонтерской деятельности и работе студенческих студотрядов. Также Рустам Миниханов ознакомился с разработками Центра цифровых трансформаций Казанского университета. Он посетил сектор проектирования встраиваемых систем. Опытное производство увидел разработки программного обеспечения. Также Рустам Миниханов посетил открытый урок татарского языка для иностранных студентов. На уроке говорили о татарской национальной кухне. И уже после глава республики встретился со студентами. Они смогли задать президенту вопросы. Среди них о мерах поддержки IT-отрасли и сохранения специалистов. Также в ходе беседы было отмечено, что студенты, желающие обучаться в зарубежных вузах, сейчас не имеют возможности выехать в западные страны. Ребятам предложили в рамках программы «Алгарыш» сделать упор на университеты, расположенные в дружественных странах. Президент подчеркнул, что основная задача руководства республики – создать все необходимые условия для развития молодежи, а также для работы молодых и талантливых специалистов в родном регионе. Вся наша экономика, социальная, духовная сфера, она нуждается в высококлассных специалистов, которые готовят Казанские федеральные университеты. Очень много направлений, очень высокий уровень подготовки кадров. Апофеозом праздничного дня стало награждение победителей республиканского конкурса «Студент года». Организатором премии является Лига студентов Сатарастана при поддержке Министерства по делам молодежи совместно с Советом ректоров республики. В этом году на конкурс поступило 435 заявок из 28 вузов Татарастана. Он проходил по 18 номинациям, но главное из них – это, конечно же, гран-при. И победу в ней одержал представитель КФУ, неодногратный гость нашей программы, аспирант Института международных отношений Никиты Лихачев. Он руководитель спортклуба «Казанский Йоубарс», входящего в тройку лучших студенческих спортивных клубов России. С ним сегодня и побеседуем. Здравствуйте, Никита. Добрый день. Поздравляем вас с победой. Ну и, конечно, хочется сразу узнать о ваших первых эмоциях после объявления результатов студента года Республики Татарастан. Вообще ожидали ли победы? Спасибо за поздравления. В первую очередь, наверное, не ожидал. Честно, опять же, повторюсь, у нас были очень сильные ребята в этом году, все пять финалистов. Просто потрясающе. То есть, наверное, очень сложно было выбрать победителя. Это было приятной неожиданностью. Собственно, если говорить про эмоции, очень-очень такая теплота, наверное, такое чувство чего-то выполненного. Опять же, сравню, наверное, с Лео Месси, который очень много лет кубку шел. Я хоть не болел за Аргентину, тем не менее за Месси персонально рад. Вот, наверное, такие же эмоции. И больше, наверное, всего, что удивило, тоже приятно. Я не ожидал, что очень такое большое количество людей напишут, поддержат, поздравят. Это, наверное, что-то невероятное. Расскажи об отпорочных этапах. Что тебе запомнилось больше всего и какой этап был самым сложным? Наверное, все-таки не было какого-то этапа сложного. То есть, все этапы довольно заранее известны. Первый этап, понятно, портфолио. И, наверное, все-таки отборочный, этот заочный этап, он все-таки самый сложный, потому что очень много достойных ребят подавали заявку, и надо было сделать какую-то интересную папку. Ну, не папку, а, в общем, презентацию, заполнить максимально свое портфолио, чтобы сразу выделиться. То есть, наверное, все-таки это было сложнее. По поводу очного этапа у нас, он делился на три части. Это был тест по истории, это были дебаты, и это была очная презентация. Вот. Отмечу, что, в принципе, и тест был интересный, и очень хорошо, что вот каждый год смотрю, опять же, как конкурс развивается, и как участник, как жюри даже пробовал, да, в номинации, собственно, спортсмен года, в этом году со всех сторон посмотрел, и это круто, что конкурс развивается, и что если раньше, да, подавали папки и приходили, защищались, и жюри выбирали, сейчас несколько этапов, все баллы складываются, все суммируется, математически выверяется. Это очень, ну, это важно, это добавляет объективизма, и, наверное, все этапы были интересные. Не скажу, что был какой-то сложнее или легче, просто все было действительно интересно, очень хорошо подготовлено, организованно, и спасибо организаторам за это тоже. Понятно, что твой, так скажем, главный козырь – это студенческий спортивный клуб «Казанский Юбарс» Казанского федерального университета. Расскажи, чем еще, помимо спорта и спортивной составляющей, ты занимаешься? Ну, вообще, я думаю, что наш университет в целом козырь, да, не только студенческий спортивный клуб, и, собственно, я думаю, что только в этом университете, ни в одном другом, мне бы не удавалось столько много всего совмещать. Еще с первого курса мне нравились интеллектуальные игры, я до сих пор, когда есть время, играю в что, где, когда, и в университете, и в городе. Это и научная работа. Да, я, может быть, не так много научных статей пишу, и мой научный руководитель, когда посмотрит это интервью, конечно, может сказать, Никита, где статья? Но, тем не менее, мне интересна история, так как все-таки, начиная с бакалавры, и до сих пор изучаю историю Китая, с той стороны Азии, Африки. Вот это интересно. Ну, и, в принципе, общественная деятельность. То есть благодаря университету, благодаря тому же департаменту по молодежной политике, благодаря руководству мне удается не только развивать спорт, но и выступать перед ребятами. Например, в этом году удавалось рассказывать, в принципе, о навыках выступления, о работе в социальных сетях и перед научными направлениями КФУ, и перед патриотическими направлениями, и выступать на Лиге-форуме, и попасть даже в молодежный парламент при Госдуме Российской Федерации. Просто что-то невероятное. А так, да, Йолбарс – это действительно, если не козырь, то одна из визитных харточек нашего университета. И, собственно, вчера ребята, которые также были на премии, мы участвовали, кстати, в разных номинациях, и номинация «Лучшая общественная организация» года мы стали лауреатами Йолбарса. То есть мы, в принципе, единственный студенческий спортивный клуб, кто именно на эту номинацию подался. Так что, действительно, Йолбарсы очень сильно в этом помогли, и это то, чем можно гордиться не только на уровне республики, но и на уровне страны, и спасибо университету за такую возможность. Ну и хотелось бы узнать, успел ли ты уже подумать, поразмышлять о том, как спорядишься призом. Насколько я помню, это возможность поехать учиться в другую страну. Да, на самом деле, я даже не думал. Это очень интересная возможность. Опять же, спасибо республике за то, что такую возможность дают ребятам. Это очень сложный вопрос, и на самом деле, я тут повторюсь, много раз об этом говорил, что для меня здесь сейчас Казань, Казанский федеральный университет, страна, Россия, это лучшее место для обучения. И, ну, возможно, мне было бы интересно постажироваться. Я уже на втором курсе ездил в Китай на стажировку, в Юго-Западный университет. И Китай все-таки дружественная нам страна, китайский язык очень перспективный. Мы видим, как президенты наших стран встречаются, очень тепло общаются. И, возможно, было бы интересно какой-то опыт совместить с Китаем, как вариант. Тем более, собственно, у меня и, так скажем, направление научной деятельности – это история Китая. Ну, а так пока не думал, пока я здесь и сейчас, в родных стенах в одном университете. И, собственно, мне кажется, что, опять же, то, что есть в нашем университете, оно даже не дает задуматься о каких-то других вариантах. Как бы здесь это… Вот, опять же, может быть, можно еще раз пойти, да, на бакалавр, там какой-нибудь другой институт. Было бы забавно. Ну, приятно такое слышать от наших студентов и выпускников бакалавра. Ну, и завершение твоей дальнейшей планы уже на наступивший 2023 год. Как сказал один великий тренер футбольный, у нас есть определенная тактика, мы будем ее придерживаться. На самом деле хочется продолжать развиваться вообще во всем и продолжать развивать, наверное, в первую очередь, студенческий спортивный клуб, довести до той цели, до которой мы декларировали пару лет назад стать лучшим спортивным клубом страны. Да, мы были третьими, но в этом году все шансы есть побороться за первое место. Это, конечно, подготавливать, наверное, смену кадров, потому что у нас уже активисты, которые в нашем спортивном клубе, уже взрослее, уже выпускаются, и мы вот в этом году активно готовим новых ребят, которые, возможно, кто-то через несколько лет вот на этом же, может, другое же кресло будет к этому моменту, да, другого цвета, но тем не менее будет сидеть и так же интервью давать. И, ну, в личностном плане тоже развиваться, очень много разных проектов, очень много разных возможностей, опять же, в нашем городе, в нашей республике. Надо пробовать, надо смотреть, и тут, опять же, лучше не загадывать, лучше работать каждый день над собой. Не буду говорить жить в моменте, но, в общем, наслаждаться каждым днем и что-то новое находить. Только честный труд, как когда-то сказал Зинитова Хадарич Беллидинов. Ты уже хоккейный тренер. Спасибо большое за интересную беседу. Еще раз поздравляем и удачи. Спасибо. 56 лет назад космос был объявлен достоянием всего человечества. 27 января 1967 года был подписан договор, ставший основой международного космического права. С момента покорения космоса прошло более 60 лет, однако тайн в нем не стало меньше. Открытие и исследование космоса все так же будоражит наши умы. Мы с интересом следим за тем, что там, во Вселенной, происходит. Приятно и то, что особый вклад в этом направлении вносят казанские ученые. Так, недавно астрономы Казанского федерального университета обнаружили новый класс галактик. Около 500 галактик с активными ядрами, обладающими необычными свойствами, были открыты учеными кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ и Института космических исследований Российской Академии наук. Сделали это ученые при анализе каталога космических объектов, излучающих в рентгене, что представляет собой обнаруженные галактики. И что еще предстоит выяснить ученым, выясняла Эльвина Минабуддинова. Космос. Невероятно притягательное, всегда волнующее, необъятное пространство. Сегодня нам даны ответы на множество вопросов в этой области. Но все еще остается немало загадок. Ответить однозначно, насколько изучен космос, невозможно. Есть предположение, что галактическое пространство исследовано примерно на 4%, а остальная часть не менее 90%, как принято называть «темная материя». Она недоступна прямому наблюдению. А сколько галактик в космосе? Согласно последним данным, 2 триллиона. Но ведь совсем недавно считалось, что их число в 10 раз меньше, не более 200 миллиардов. Благодаря упорному труду ученых-астрономов, тайны космоса с каждым годом открываются нам все больше и больше. Здесь, как и в других сферах науки, не обходятся без вклада ученых Казанского университета. Часто совершаются уникальные в своем роде открытия. Совместно с учеными Института космических исследований Российской академии наук, ученые кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ обнаружили новый класс из 500 галактик. Они обладают активными ядрами и необычными свойствами. История исследований берет начало еще в 2019 году. Именно тогда с космодрома Байконур была запущена орбитальная обсерватория с двумя телескопами. Один немецкий, второй российский. Задача обсерватория – составление новой детальной карты Вселенной. Спутники постоянно вращаются и делают за сутки 4-6 оборотов и 6 сканов, так как обсерватория далека от Земли, за полгода получается скан всего неба. И вот за два года работы были получены 4 скана. Они были сложены. И специалисты Института космических исследований и немецкие специалисты создали карту неба в рентгеновских лучах. То есть, чтобы вы понимали, к сожалению или к счастью, рентгеновские лучи не могут проникнуть сквозь земную атмосферу. Земная атмосфера полностью их блокирует. Для астрономии это плохо, для жизни людей это хорошо, потому что мы не облучаемся рентгеновскими излучениями от Солнца и от других объектов. Но получается, что если мы хотим увидеть тот мир, который мы не видим с Земли с помощью наземных телескопов, нам нужно выносить такие обсерватории рентгеновские в космос. Вот такая обсерватория в космосе работает. В результате получилась карта неба. Точки туманности, скопления галактик. Здесь все объекты. Все, что светит в рентгеновском диапазоне. Большей частью это мир, о котором мы раньше не знали. Потому что у нас не было телескопов, чтобы увидеть этот мир. Что такое объекты, которые излучают в рентгеновском диапазоне? В рентгеновском диапазоне излучают объекты, где плазма разогрета, газ разогрет до миллионов, миллионы и сотни миллионов градусов. Но это не значит, что эти источники излучают только в рентгеновском диапазоне. Как правило, с точки зрения астрофизики, это сложные объекты, в которых присутствует, вот, скажем, нейтронная звезда, или черная дыра, или белый карлик, а рядом находится звезда, обычная, подобная Солнцу. И из-за притяжения, из-за сильного гравитационного потенциала вот этого компактного источника, она сдирает вещество с соседки. Получается, что рентгеновский телескоп видит вот этот компактный источник, который светит в рентгеновском диапазоне, а соседка звезда светит в оптическом диапазоне. И получается, что мы объективно должны эти объекты исследовать как бы и наземными телескопами с помощью оптических телескопов и рентгеновскими телескопами. А оптический телескоп у Казанского университета есть. И находится он в Турции. Имеет название РТТ-150 российско-турецкий телескоп. А астрономические наблюдения на телескопе можно проводить дистанционно, находясь в Казани. Получилось, что наши коллеги из группы Раштеля Ильича Сюняева обратились к нам с просьбой поддержать их программу космическую с помощью наблюдения на нашем оптическом телескопе, установленном в Турции. То есть наблюдать объекты, которые они отрежествили как рентгеновские, но они сами не могут сказать, это что за источник. Если мы наводим наш крупный телескоп в эту область неба, где они обнаружили рентгеновский источник, мы можем увидеть в оптическом диапазоне этот источник и получить, скажем, спектр этого объекта. И по спектру сказать, объект находится в нашей галактике или это другая галактика за пределом нашей галактики очень далеко. Два миллиона новых рентгеновских источников. Столько было обнаружено учеными Российской академии наук за два года. Это стало важным достижением в мировой астрономии. Тогда германский спутник обнаружил 100 тысяч рентгеновских источников, что в 20 раз меньше. Большая часть, примерно полтора миллиона объектов, что были обнаружены Российской академией наук, это далекие объекты. Квазары, скопления галактик и сверхмассивные черные дыры. Но в их числе оказались звезды и наши галактики. Здесь и началось сотрудничество ученых Российской академии наук с Казанским университетом. У нас создана группа, которая имеет опыт анализа и исследования звезд. И поэтому Рашид Ильич сказал, вот объекты, которые мы из этих двух миллионов найдем, и мы считаем, что это кандидаты в звезды, мы передаем в Казань. И где-то осенью прошлого года примерно 300 каталогов из 300 тысяч объектов, которые они посчитали, что это звезды, был передан в Казань. На расстоянии полутора миллионов километров от нас летает Европейская орбитальная обсерватория под названием ГАЯ. Ее задача – сканирование неба, а также получение точных оптических координат для определения положений нескольких миллиардов источников. Благодаря спутнику ГАЯ стали известны отличия обнаруженных галактик от всех ранее известных. Если объект является звездой нашей галактики, поскольку в нашей галактике звезды двигаются, каждый по своей орбите, то со временем возникает микроскопическое перемещение этого объекта на небе, и спутник ГАЯ имеет возможность это перемещение заметить. И вот это перемещение называется собственное движение. Оно очень маленькое, благодаря тому, что спутник ГАЯ находится в космосе, ему не мешает турбуленция земной атмосферы, он эти измерения может делать с величайшей точностью. Сейчас спутник ГАЯ тоже создал каталог трех миллиардов звезд, из которых наши коллеги из Института космических исследований, Раштал Ильич Сюняев, академик Марат Равильевич Гельфанов, выделили объекты, которые они почитали звездами, потому что у них есть собственные движения по данным спутника ГАЯ. Собственное движение – изменение координат звезд на небесной сфере. Вызвано оно движением звезд относительно Солнца и ее ближайших соседей. Ученые считают, галактики должны иметь нулевые значения собственных движений из-за их чрезвычайной удаленности от нашей галактики. Наши коллеги, которые нам передали список трехсот каталогов, трехсот тысяч звезд, решили, что все объекты, которые спутник ГАЯ померил у них собственные движения, это и есть звезды, звезды нашей галактики. И сказали, ребята, работайте дальше, исследуйте, что это за звезды, в чем, почему они излучают в рентгеновском диапазоне. Но выяснилось, что некоторые объекты из каталога вовсе не звезды, а галактики. Мы вдруг обнаружили, что среди этого списка объектов не все являются точечными и звездообразными. Некоторые из них имеют вот явно такую протяженную структуру. То есть это явно не звезды. Вот эти туманности на самом деле находятся очень далеко от нас. То есть они не могут принадлежать нашей галактике. Размеры нашей галактики примерно 100 тысяч световых лет. А красные смещения, которые мы определили и оценили расстояние, это примерно от 1 до 3 миллиардов световых лет. То есть мы из этого делаем вывод, что эти объекты являются далекими, ну, галактиками, которые находятся вне нашей галактики, далекими вне галактическими источниками. Измеренные спутником ГАЭ собственные движения для обнаруженной группы галактик свидетельствуют, что движение вещества внутри них формально превышает скорость света. А это противоречит законам физики. Спектры галактик, которых мы получили, они оказались, во-первых, не просто галактики, а это галактики, которые в первую очередь были обнаружены обсерваторией спектра Генгама. То есть благодаря тому, что в их не в центрах находятся активные ядра, то есть сверхмассивные черные дыры с массами 100 миллионов солнечных масс, 500 миллионов солнечных масс. То есть это такие огромные монстры, на которых идет акреция вещества, то есть падение вещества. У большей части таких объектов, кроме акреции вещества, есть еще эффект выброса вещества наружу. Вот здесь вот прямо показан, как вещество из жерла вылетает и летит с большой скоростью вдоль такой линии, которая и называется, вот эта деталь называется джет. Джет – это выброс газа и плазмы из центров астрономических объектов. Скорость движения этого вещества в обнаруженных учеными галактиках близка к скорости света. Почти 25 лет назад подобные данные были зафиксированы американскими учеными. С помощью космического телескопа Хаббл астрономы измерили смещение сфер световых деталей в джете активного ядра галактики М87. Примерно за пять лет некоторые участки джета показали видимое смещение до шести скоростей света. Понимаете, есть законы физики, которые люди установили и проверили многократно в разных экспериментах. Поэтому и теория, и эксперименты из разных областей астрофизики, из космической астрофизики говорят нам о том, что предельная скорость распространения электромагнитного излучения и гравитационных волн лимитируется ограниченным значением 300 тысяч километров в секунду. То есть движений ни вещества, ни излучения в нашей Вселенной со скоростями больше, чем скорость света мы не наблюдаем, и это предельная скорость распространения сигнала. Что измеряет спутник Гайя? Скорее всего, спутник Гайя измеряет не положение центральной части галактики, которая остается на месте, а там, видимо, в жерлах этих галактик находятся джеты, которые летят с гигантской скоростью вещество. По словам ученого, существует метод радиоинтерферометрии. С помощью одновременных наблюдений нескольких телескопов на разных континентах мира, определить координаты можно с высочайшей точностью. 40 лет назад обнаружили, что у части квазаров есть собственное движение. И как бы в радиоастрономии, ну тогда было понятно, что действительно в радиообласти вот эти джеты очень сильно излучают, и они излучают больше, чем излучает сама галактика в радиодиапазоне. А вот в оптическом диапазоне таких эффектов пока не наблюдали. То есть те джеты, которые выбрасываются из жерла черных дыр, они не могут по своей яркости превзойти яркость самой галактики. Поэтому пока не можем понять, каким образом спутник Гайя, что же он измерил. Сегодня перед учеными Казанского университета и Института космических исследований Российской Академии наук стоит задача выяснить, что на самом деле измеряет спутник Гайя, и определить, почему объекты имеют ненулевые значения собственного движения. Где место нашего телескопа Казанского университета? Ну вот, что ключевое, потому что, я говорю, если просто смотреть зрительно на эти картинки, ну вам можно сказать, ну это какой-то, это недалекий объект, это объект нашей галактики, просто туманность. А мы получили спектры для этих источников, чего вот американский телескоп Панстарс не мог сделать. И благодаря спектрам мы определили расстояние до этих источников и сказали, что это внегалактические источники. Ильфан Бекмаев профессор кафедры астрономии и космической геодезии, старший научный сотрудник института физики КФУ. Стать ученым, астрономом и исследовать необъятное космическое пространство было его мечтой детства. Дело в том, что я родился в Средней Азии и там в отличие от Казани очень много ясных ночей и конечно это когда я был школьником ясное небо и объекты на небе без созвездий они конечно очаровывали. И когда я уже завершал свое обучение в 10 классе я конечно как-то уже думал о том, что наверное это направление я бы хотел пойти в науку но не в эту науку под названием астрономия. Ильфан Бекмаев окончил Казанский университет почти 40 лет назад 12 лет работал на крупнейшем в России 6-метровом телескопе на Северном Кавказе а вот на 1995 году его пригласили работать в КФУ по проекту РТТ-150 и вот уже 20 лет на нем проводятся различные исследования в проекте где был обнаружен класс из 500 галактик участвовали ученые кафедры астрономии КФУ и Института космических исследований Российской Академии Наук в этом году планируется продолжить исследования по оценкам ученых обнаружены еще не все галактики с большими собственными движениями их число может достичь тысяча Эльвина Минобудинова Ленаргий Затулин КФУ итоги недели не только исследованиями космического масштаба занимаются ученые Казанского университета здесь ищут способы облегчить участь братьев наших меньших например профессор кафедры физиологии человека и животных института фундаментальной медицины и биологии Руфия Каримова занимается проектом по улучшению терапии для собак и кошек страдающих некоторыми хроническими заболеваниями это сердечная недостаточность и почечная болезнь наиболее распространенные патологии у домашних животных поиск биомаркеров с высокой чувствительностью для диагностики хронических патологий сердца и почек так важен для ветеринаров ведь питомцы не могут пожаловаться на самочувствие а помочь им задача людей и ученых в чем новизна исследования и что дает быстрая диагностика болезни об этом в нашем репортаже собаки собаки и кошки друзья человека это выражение известно многим но не все замечают у них симптомы различных болезней а ведь сердечная недостаточность и хроническая почечная болезнь являются самыми распространенными патологиями у животных эту проблему хочет решить профессор института фундаментальной медицины и биологии Руфия Каримова сейчас она исследует биомаркеры для диагностики хронических патологий у домашних питомцев наш проект гипергомоцитиномия при патологиях сердца у домашних животных посвящен изучению такого явления как повышение уровня гомоцитина в организме животных почему наше внимание было привлечено к этой проблеме потому что существуют публикации которые сообщают о том что уровень гомоцитина очень связан с патологиями сердца и почек в частности сердечной недостаточностью и хронической почечной болезнью но каких-либо данных о том чтобы такие изменения происходили у животных их не существует по статистике кошки больше страдают от почечной недостаточности это проявляется в нарушении мочеполовой системы впоследствии у кошек начинает тускнить шерсть и впадает живот а собаки чаще болеют сердечной недостаточностью при этой патологии питомец постоянно кашляет и плохо переносит физические нагрузки все эти симптомы люди списывают на старость животных поэтому выявление болезней на ранних стадиях практически невозможно внешне они незаметны а рассказать о своих болях питомцы не способны человек может рассказать о своих симптомах и человек чаще проходит скажем так осмотры профилактические животным это проблематично потому что во-первых животное не может сообщить о том что его беспокоит владелец животного может увидеть только видимые клинические признаки и то это зависит именно от внимательности владельца то есть насколько человек внимательен к своему питомцу поэтому очень часто многие симптомы остаются незамеченными и проявляются уже только в тяжелой стадии сейчас не изучена именно роль повышения уровня гомоцистеина в крови так называемых аминокислот как раз определение его уровня при болезни сердца и почек у кошек и собак позволит расширить возможности диагностики указанных патологий для этого профессор вместе со своими научными сотрудниками будет исследовать здоровых и больных пациентов сначала они возьмут кровь у животных с симптомами заболеваний почек и сердца затем определяют уровень потенциальных биомаркеров иными словами индикаторов состояния всего организма и на основе сравнения с анализами здоровых пациентов поставят диагноз это позволит начать лечение на ранних стадиях и продлить жизнь любимым питомцам для изучения механизмов данного явления мы используем различные биохимические анализы это спектр фотометрия это иммуноферментный анализ для изучения содержания этих веществ для изучения непосредственно миокарда тензиметрическая установка вот она рядышком с нами далее электрокардиография ну и гистологические анализы тоже позже одновременно аналогичные исследования они будут проводить на лабораторных животных смоделированной сердечной почечной недостаточностью данные о развитии болезни они получат на основе биохимического анализа крови и ультразвукового исследования органов особенно ценной может стать информация о корреляции уровня гомоцистеина с уже известными биомаркерами без зависимости от тяжести заболеваний это позволит расширить возможности диагностики сердечных и почечных патологий на сегодняшнем этапе у нас проведена определенная фундаментальная работа патологиях созданы экспериментальные модели этих патологий потому что кроме того что мы проведем на непосредственно собаках и кошках нужно знать определенный механизм и естественно часть работы пройдет на лабораторных животных на крысах мышах по словам Руфии Каримовой работа над этим проектом ведется достаточно давно в этом году им с командой удалось выиграть грант в полтора миллиона рублей от российского научного фонда полученные деньги они потратят на продолжение исследований биомаркеров для выявления сердечных и почечных патологий у животных на ранних стадиях Алина Красильникова Эльвира Замалединова Ленар Гизатуллин КФУ Итоги недели Далее смотрите вторую часть программы в ней немало интересного Надо просто поизучать посмотреть сама идея по себе интересная Идея для министра науки и высшего образования что предложил Валерию Фалькову студент КФУ Его научный талант широта интересов острый ум и красноречие всегда всех восхищали Великий физик и легендарная личность Как Лев Ландау связан с Казанию 50 учеников выпускных классов из Лисичанска приехали в Елабугу Ребята из Луганской Народной Республики продолжают обучение в университетской школе Елабужского института КФУ Для прибывших учеников сфоерованы два класса Ребята будут заниматься по отдельному учебному плану В первой половине дня школьники учатся по расписанию во второй дополнительно занимаются по предметам Такой график составлен чтобы успеть подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ и они могли поступить в ВУЗы России Вести школьников будут студенты-волонтеры Также школьники могут заниматься в различных кружках О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе смотрите в дайджесте Студент КФУ предложил министру науки и высшего образования России создать стриминговый сервис Татьяна Ниндень Валерий Фальков дал приз-конференцию представителям студенческих СМИ Казанский университет на встрече представил наш коллега Илья Андреев «Надо просто поизучать посмотреть сама идея по себе интересная но надо посмотреть как ее в техническом плане организовать и в содержательном и можем ли мы это все реализовать силами студентов потому что я так понимаю что мы же в данном случае опираемся на инициативу студентов и я понимаю о чем идет речь это такая более живая информация опять же в круглосуточном формате не знаю я готов подумать и давайте ее проработаем В КФУ прошло очередное заседание ученого совета его провел ректор Ленар Сафин на обсуждение были вынесены четыре основных вопроса на которых были рассмотрены кандидатуры на должности профессорско-преподавательского состава и присвоение ученых званий также в рамках заседания были вручены государственные награды России и Республики Татарстан В КФУ прошла конференция литературоведения и эстетика в 21 веке ее посвятили Татьяне Геллер на протяжении трех дней ученики и учителя школ районов Татарстана студенты, аспиранты и преподаватели вузов России представляли доклады раскрывающие проблему изучения поэтики художественных произведений здесь встречаются три поколения мы выпускники Татьяны Александровны студенты которые сегодня обучаются в Казанском Федеральном Университете и школьники ученики которые надеемся тоже будут продолжать наши традиции У Казанского университета появился президент им стал Риас Минзарипов о его назначении приказ подписал глава Миноборнауки России Валерий Фольков основанием послужило решение ученого совета КФУ в должности президента Риас Минзарипов утвержден до августа 2027 года выпускник Казанского университета никогда не покидал своей альмаматор он прошел трудовой путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до президента КФУ долгое время он был проректором ВОЗа первостепенным Риас Минзарипов считает повышение уровня качества подготовки специалистов лучшим студенческим творческим коллективом республики стал ансамбль Смородина он стал победителем конкурса студент года республики Татарастан в номинации лучший студенческий творческий коллектив и лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля Российская студенческая весна руководит коллективом студентка четвертого курса Института управления экономики и финансов Дарья Барыгина сегодня она у нас в гостях здравствуйте Дарья здравствуйте Слава поздравляем вас и ребят с победой расскажите нам о коллективе каким видом творчества вы занимаетесь и сколько лет ансамблю мы ансамбль народной песни Смородина и занимаемся мы песней народов мира у нас много разноплановых песен и несмотря на то что нам нет и трех лет мы уже заслужили признание как в республике так и по России студенты каких институтов занимаются в ансамбле сколько человек в нем и какая должна быть подготовка у желающих прийти к вам конечно основная масса студентов из нашего института управления экономикой и финансов но также есть студенты из ИВМИТа из ФНИМК и есть желающие попасть к нам есть желающие попасть из других институтов казанского федерального что касается подготовки никакой специальной подготовки мы не требуем все решается на прослушивание оно бывает два раза в год всему девушки учатся в процессе а как проходят ваши репетиции где и куда вас приглашают выступать репетиции в среднем у нас занимают от двух до четырех часов конечно в начале репетиции мы стараемся поддержать друг друга так как быть артистом для нас не только работа но и эмоциональная связь которую мы стараемся поддерживать в коллективе также мы работаем над чистотой вокала над красивой хореографией а как вы учите песни на языках на которых не говорите ну например на болгарском грузинском трудно долго и мучительно если серьезно действительно есть языки над которыми было сложно работать например финский дается сложнее болгарского есть одна строчка которую мы любим демонстрировать в ела вели винанье и вели винанье попробуйте повторить виланье вот конец я запомнил сложно а почему вы лично выбрали этот жанр народной песни все-таки молодежь увлекается немного другими жанрами что дает этот жанр зрителям по-вашему лично я попала в народную музыку еще в школе одна бабушка меня привела в народный коллектив музыкальной школе а другая сшила костюм мне из халата и подарила кокошник так начался мой путь длиной до выпускного и сейчас я являюсь руководителем народного коллектива народная песня помогает понять истоки культуры той или иной национальности помогает понять то сакральное что есть в той или иной национальности наша задача как коллектива помочь зрителю найти актуальное в традиционном так как не у всех есть какое-то понимание о народной музыке потому что русская народная песня это не всегда люли-люли-люли-люли-люли есть очень много композиций которые к сожалению не культивируются в обществе и наша задача показать красивое не обрамляя народную музыку чем-то чтобы привлечь зрителя ну и тем самым вы привлекаете молодежь я правильно понимаю конечно наш коллектив вырос от трех маленьких девочек-студенток до 13 девушек профессионалов своего дела а почему ансамбль называется Смородиной кому кстати пришла идея его создания и наименования будучи еще абитуриентом я знала что приду и создам свой коллектив название Смородина есть песня неспелая Смородина именно с этой композиции я взяла свой первый гран-при на всероссийском конкурсе ну и так как в Смородине есть слово Родина это название получилось символичным для меня и показывает наш патриотизм а каковы планы на будущее у коллектива планы это конечно развитие работа над новым материалом куда нас этот путь приведет каждый раз сюрприз даже для нас наверное мечта тире цель это запись альбома и сольный концерт это прям хочется надеюсь у вас все получится ну и наш традиционный вопрос ко всем студентам кем вы планируете стать и как ваше увлечение отразится на вашей будущей профессии я успела более года проработать в одном из российских федеральных банков по своей специальности экономическая безопасность и так случилось что я записала джингл для нашего головного офиса и участвовала в разработке творческой презентации для корпоративного проекта на соревнованиях неплохо так совместили да и свою профессию и свое хобби в итоге наверное по карьерной лестнице получилось это я жду выпуска и получения диплома удачи желаем вам еще раз поздравляем всего доброго спасибо вам 22 января физики всего мира отметили 115-летие со дня рождения льва ландау доктора физико-математических наук нобелевского лауреата это легендарная фигура среди отечественных ученых кстати сам ландау слово ученый не жаловал он говорил учеными бывают собаки и то после того как их научат мы научные работники его научный талант широта интересов острый ум и красноречие восхищали научное наследие ландау велико и разнообразно трудно представить как это сделал один человек про него говорили что в огромном здании физики 20 века для него не было запертых дверей квантовая механика физика твердого тела магнетизм сверх проходимость и сверх текучесть астрофизика гидродинамика физика плазмы вот далеко не полный перечень областей фундаментальный вклад в которые внес Лев Ландау от своих учеников Ландау требовал широких знаний его учениками могли считаться те кто сдавал 9 экзаменов по определенным предметам так называемый теоретический минимум Ландау несмотря на большое количество желающих это удалось сделать всего 40 ученым в 1962 году Ландау присудили Нобелевскую премию за пионерские исследования в теории конденсированного состояния в особенности жидкого гелия одну из самых блестящих своих работ теорию сверхтекучести гелия Ландау завершил именно в Казани здесь он работал под руководством своего преподавателя Петра Капице также Нобелевского лауреата на чем еще трудились Казанском университете Лев Ландау и группы физиков а также о сохранившихся работах ученого расскажет Амир Ахтямов Лев Ландау легендарная фигура среди советских ученых его научный талант широта интересов острый ум и красноречие всегда всех восхищали Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку его отец был инженером-невсяником а мать учителем естествознания в школе с 1937 года и до конца своих дней Лев Ландау работал в институте физических проблем руководил теоретическим отделом его привлекали многие проблемы теоретической физики он изучал происхождение энергии звезд дисперсию звука сверхпроводимость магнитные свойства материалов свойства жидкого гелия одна из самых главных работ это курс теоретической физики отдел рукописей редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского подобрали нам две работы Ландау это электропроводность металлов а также задачи по теоретической физике и механике обе эти работы были выпущены в научно-техническом строительстве Украины в 1935 году отметим, что авторами данной работы были Ландау и Райзенкевич замысел всеобъемлющего курса теоретической физики возник у Ландау еще в конце 1920-х годов в ленинградском физтехе однако в 1938 году Ландау был арестован а Бронштейн расстрелян в другой же работе электропроводность изложены теоретические выкладки описывающие электропроводность металлов в нем описывается электропроводность твердых металлов нарушение идеальных свойств решетки металла формула связывающая сопротивление и температуру для средних температур а также взаимодействие электронов друг с другом важно, что ученый Ландау связан и с Казанью в Казани Ландау выполнял важнейшее спецзадание возможно имеющее отношение к созданию катюш или другого вида вооружения сыгравшее большую роль в Великой Отечественной войне в Казани Ландау завершит одну из самых блестящих своих работ теорию сверхтекучести гелия которая объясняет явление открытое капицей за это научное достижение и другие выдающиеся научные исследования в ноябре 1962 года Ландау была присуждена Нобелевская премия умер Лев Давидович Ландау 1 апреля 1968 года в Москве его научное наследие разнообразно что даже трудно себе представить как мог успеть это сделать один человек за такую короткую жизнь Амир Ахтямов Ленар Гизатуллин КФУ итоги недели 29 января отмечается день отказа от интернета цель отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на день для того чтобы мы могли прожить исключительно в реальном мире как это было совсем недавно найти время для близких и друзей пообщаться с ними вживую посвятить себя любимому делу хобби ведь в мире есть много интересного чтение встречи прогулки общение с родными не забывайте о себе находите время для такого детокса и отдыха почаще всего доброго до сих пор